Друзья, я всех рад приветствовать. Мы находимся на размере криминальной России сервер номер один. И совсем недавно мы группой МЧС, которая состоит из восьми человек вместе со мной, отправились на поиски человека. Но эти поиски человека закончились для нас печально. Потому что мы сами попали в ледяной капкан. Мы где-то на северном полюсе. Заблудившиеся восемь человек, которые не знают, как вернуться обратно. А все по причине того, что мы случайно потеряли снегоходы. И теперь наша задача состоит в том, чтобы никто из нас не погиб в первую очередь. И чтобы все добрались до цивилизованного мира. А мы в этой пещере сейчас решаем, что будем делать дальше. И стоит ли вообще соваться куда-то? К сожалению, телефоны здесь не ловят. И товарищ полковник Полярный командует. Но, товарищ полковник, вот скажите, почему всех нужно было поднимать именно ночью? Ведь ночью люди спят. Почему мы сейчас должны сворачивать палатки и куда-то идти? Потому что я заметил одну закономерность. Каждую ночь погода утихает. А с утра снова буря. Погода действительно красивая. И выглядит красиво вот это вот сияние северное. Поэтому я думаю, что стоит идти ночью до следующего укрытия. Я надеюсь, что мы это укрытие найдем, товарищ полковник. Потому что, друзья, неизвестно, что здесь будет после бури. Будет ли вообще эта пещера видна. И нам ни в коем случае нельзя допустить, чтобы мы здесь замерзли. План у нас таков. Сейчас мы сами нуждаемся в помощи. Поэтому нам нужно любым способом выбраться отсюда. Уже не важно, жив там этот человек или нет. Самое главное – спастись нам самим. Понял, полковник. Двигаемся все вместе. Никто не отстает. Палатки и все прочее оставляем. Это лишний вес, который нам помешает. Да, друзья, теперь борьба конкретно идет уже за нашу жизнь. Не за жизнь человека, которого мы искали. Да плевать уже на того человека, друзья. Даже предысторию не буду рассказывать, кто не в курсе. Но в конечном итоге все закончилось тем, что мы сами оказались в этой ледяной ловушке. И по идее искать нужно нас. Но ребята подготовлены. Ребята сильные. И я надеюсь, что выход мы все-таки найдем. Но погода, друзья, действительно, действительно погода улыбается. Это красиво все выглядит. Но мало того, что это красиво, это еще и смертельно. Нужно смотреть в оба, чтобы не провалиться никуда, ни в какое ущелье. Потому что со снегоходами мы уже накосячили. И могли вообще все погибнуть. Но нам все-таки, откровенно говоря, повезло. Это у нас железная дорога? Товарищ полковник! Это железная дорога... Тоннель! Нифига себе! У нас, друзья, тут огромный ледяной тоннель. Сквозь огромную... Сквозь огромную гору. У меня радостная новость. Железная дорога! Она поможет нам спастись! А каким образом, товарищ полковник, она поможет нам спастись, по-вашему? Это, конечно, хорошо, да? Кусочек цивилизации. Все-таки здесь железная дорога проходит. Кто-то это все строил. Она сто процентов ведет в населенный пункт. А значит, идя по ней, мы выберемся! Ну, слушайте, логично. Вопрос один. Вопрос один, товарищ полковник. А куда? Куда идти? В тоннель? Либо же в другую сторону? Вот в чем вопрос. Я бы пошел через тоннель. Так, безопаснее. Слушайте, вот с этим я соглашусь, друзья. Потому что, не дай бог, опять погодка испортится. У нас, по идее, есть над головой крыша. Это хорошая, друзья, идея идти через тоннель. Только вот сколько простилается этот тоннель, непонятно. То есть, каков размер этого тоннеля? Далеко ли нам придется идти? Но, друзья, походу он не такой уж и маленький. Потому что, учитывая гору, в которой мы как раз-таки ночевали, можно понять, что на самом деле эта гора очень большая. Но идти по рельсам также опасно. Нужно следить, чтобы ни в коем случае никакой тут поезд случайным образом не проехал. Но идея хорошая. Если придерживаться конкретно рельсов, то, по идее... Вы что, проваливаетесь, что ли? Вы нормали? Давайте! Выкарабкивайтесь, ребята! Ой, я сам здесь застреваю. Черт! А ты сказал! Ты сказал безопасное! Полянский или Полярный, как там тебя? Мы тут застряли! Черт, я просто провалился. Мы застряли здесь! Черт! Полынский, давай вытаскивай меня, ты МЧСник или кто? Вот еще не хватало нам этого здесь застрять. А ну, во! Все. Не приближайтесь! Не приближайтесь сюда! Видите, опасное место. Еще этого не хватает. Идем! Идем! Нас ждите, куда вы самые первые рванули! Видите, люди застревают! Места опасные, а лучше просто бегите, знаете, как лучше, наверное? Вот таким вот образом. Прямо по шпалам. Я думаю, это самый прав... Да черт возьми! Самый правильный вариант. Опа! Вот таким вот образом, друзья, бежать. Тогда проблем не будет. Все, давайте! Бегом, парни! Зато, друзья, какие эти многокилометровые тоннели красивые! Единственный вопрос, куда ведет эта железная дорога? Ведь у каждой железной дороги есть начало и конец. И куда-то она ведет. Ну, рано или поздно, друзья, конечно, мы бежать бесконечно не сможем, но рано или поздно, я думаю, мы это узнаем. В чем дело? Долго ищет. Ты что, охренел, что ли? Я не знаю! Я что, гугл мапси, что ли? Я без понятия. Я уже устал. Парни, вы поймите, если мы каждые 100 метров будем отдыхать, мы далеко не уйдем. Ты понимаешь? Мы далеко не уйдем. Нам нужно идти как можно скорее. Если мы будем... Давайте здесь палатку, может, разобьем. Давайте так сделаем. Еще два дня здесь потусим тогда. Внутри этой пещеры. Идемте, парни. Идемте. Нужно идти. Нужно отправляться. В конце концов, хотя бы... Хотя бы выйти из этого тоннеля. Хотя бы посмотреть, есть ли вообще здесь выход. Может быть, мы попросту зря идем. Рано или поздно все равно выход будет. Либо обвал будет. Я даже не представляю, друзья, что нас там ждет впереди. Но самое главное... Сам... Это еще... Стоять! Сели! В смысле сели? Это что? Как? Это медведь! Вот именно его я и боялся на самом деле встретить больше всего. Быстренько фотографируем. Так, надо уходить. Главное быть тише. Какой тише? Он на нас идет. Он на нас идет, парни. Вы что? Пошлите нахрен отсюда. Все. Давайте обратно. Вы что? Так он уже нас заметил. Наверняка. Он наверняка... А что вы присели-то? Они испугались реально. Так, подожди. Он-то спокойно, спокойно пока себя ведет. Ну, идет в нашу сторону. Смотри. Такой спокойный, а. Обалдеть. Я знал, что встречу. Я знал, что я встречу здесь медведя. Вот это новости, друзья. Ну, все. Вот тебе и дошли. Да вставайте, что вы. Вставайте уже. Все. Он нас не видит. Все. Он не видит, не видит. Не видит. Все нормально. Давайте. Да вставайте уже. Что вы гуськом ходите, блин? Погнали быстрее. Не дай бог он захочет сейчас сжирать. Догонит нас без проблем. Этого еще не хватало. Черт, какого хрена? Это что, еще один, что ли? В другую сторону, в другую. Я запутался, куда бежать? Мы с какой стороны прибежали вообще? Что происходит? У нас что, второй уже медведь? Ё-моё. Раз. Раз, медведь. Два, медведь. Какого черта? Ляжьте все и не двигайтесь. Черт. Подождите, подождите, подождите. Сейчас лягу. Все. Я не двигаюсь. Так можно? Черт, они подходят. Они подходят к нам. Ё-моё. Какого хрена происходит? Мне страшно. Все. О, он бежит. Черт, он бежит. Тихо. Не двигаемся. Не двигаемся. Так, просто лежим. Я слышал, друзья, что если не двигаться и притвориться мертвым, медведи тебя не съедят. Я не знаю, насколько это правда, но мне кажется, это просто... Ну, кто-то вот пробовал такое, мне просто интересно. Ни от одного человека не слышал подобного рассказа, что я не двигался просто, он меня не съел. Походу, походу, всех съедали. Всех съедали, сто процентов. Так, тихо, если что, готовимся бежать. Если что, просто готовимся бежать. Тихо. Да молчи ты. Полынский, молчи. Ничего не говори вообще, не кряхти ничего. Все, тихо. Не дышите. Просто сейчас не дышите. И все, черт возьми. Какого хрена. Вот тебе и встреча с мишками. Блин, друзья, походу, мне придется им сейчас пожелать приятного аппетита. Что не очень хочется, конечно, но нас много. Не выбирай только меня, ладно, пожалуйста. Вон там сочный, аппетитный Полынский лежит. Можешь его попробовать захавать. Так, они просто, они просто друг друга увидели. Серьезно? Они уходят? Эй, Полынский, они уходят. Видишь? Не двигаемся. Ждем. Да ну нахрен, Полынский дурак, что ли? Все, они шопами повернуты. Нет, ты как хочешь, я потихонечку. Все, Полынский. Погнали. Это опасно может быть. Давайте, вставайте. Толго сидеть будете. Погнали. Пацаны. Пацаны. Куда ты пошел, Губер? Ты что, а не он же ты дурак, что ли? На хрена ты крикнул? На хрена ты в этом пещере крикнул? Ты с ума сошел? Черт, они погнались. А вы сейчас застрянете. Не застревайте. Кошмар. Просто, что творят, а? Они быстрые. Они быстрые. Прыгайте, я не знаю, что-то делайте. Ничего себе, спринтер побежал ты быстро. Беги, последний отстает. Все. Его сейчас догонят. Валим. Они за нами. Зачем? Зачем? Нужно было кричать. Зачем? Просто, просто тихонечко встали и ушли. Капец, как они такие быстрые. Почему такие быстрые? Ну, жить хотят. Жить хотят. Я сейчас последний останусь. Я не хочу быть последним. Быстрее можно как выход. Так, я вижу выход. Мы нашли выход из пещеры. Хорошо, что она не завалена, по крайней мере. Бегут. Бегут потихонечку. Че стоишь-то? Ты че там на время? Быстрее. Я думал, он на часы хочет посмотреть. Давай быстрее. Вы бегите. Да как вы меня обгоняете все? Беги, беги быстрее. А, последнего сейчас сожрут. Вот и все. Вот и пришло их время. Вот их место гибели. Все, последнего сейчас сожрут 100%. О, черт. Они его захавали. Они захавали одного. Черт. Э, зачем за нами-то бежать? Идите жрите его. Блин. Они одного убили. Быстрее давай выбегать, слышишь? Быстрее. Давай, давай, давай выбегайте. Зачем они за нами-то бегут дальше? Там кусок мяса им уже достался один. Зачем еще? Быстрее бегите. Блин, я же первый бежал. Почему меня все обогнали? Я максимально пытаюсь быстро бежать. Все-таки, ну вы почему меня обгоняете-то? Ё-моё. Все. Меня сейчас обгонят. Они не отстают. Не отстают. Вот это гулялись, блин, по Северному полюсу. Ну вот туристы. Вот куда поехали? Без оружия. Я бы хотя бы оружие взял, если бы я знал. Я бы хотя бы взял оружие. Все. Меня уже, меня все обогнали. Просто мне все обогнали. Я не знаю, как это работает, друзья. Но у меня... Ой-ой-ой. Это еще кто? Это еще... Стреляй! Стреляй! Дед, давай по ним стреляй! По ним стреляй! Давай-давай-давай-давай-давай-давай! Только меня не завали, пожалуйста! Меня только не завали! Давай-давай! Есть один! Давай еще! Еще! Фу! Хорош! Хорош, дядька! Молодец! Добивай быстрее! Чтоб не встали! Убил точно! Давай еще раз по ним! Еще! Еще, чтоб не встали! Они, походу, нашего одного загрызли. У нас сколько человек? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Блин, спасибо, конечно! Это можно проверить! Ну все, все, все! Все, вроде бы все! Сложил их просто дробовиком! Просто сложил! Вот это да! Вот это клыки еще, друзья! Вот это мишки! Все, второй! Второй тоже труп! Черт! Он нашего, походу, вальнул! Там наш остался! Надо проверить! Ребят, надо проверить нашего, живой или нет! Нужно вернуться! И проверить! Может, он жив! Так, а дяденька, можно вас попросить с нами? Они загрызли вашего? Ну да, по крайней мере, я видел это! Но обычно после них не выживают! Давайте проверим! Тут рядышком, он чуть-чуть не успел до выхода добежать! Смотрите в оба! Чтоб из них не прыгнули! Они просто меня бы догнали сейчас! Откуда здесь что-то вообще здесь делаешь? Ладно, это мы сейчас узнаем! Это мы сейчас узнаем, что здесь делал вообще человек с ружьем! Но он конкретно, друзья, нас спас! По-настоящему! Это просто вот наш спаситель, можно сказать! Но есть хотя бы маленький шанс на то, что он мог выжить! Я понимаю, встреча с медведем, да! Но он сразу не стал его жрать! Он просто его ударил! Ну, живой! Живой, надеюсь! Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! Всё! Всё! Нету больше, друзья! Его больше нет! Вот и допрыгались! Ничего не поделаешь! Убили нашего! Полярный! Полярный! Минус один у нас! Минус один! Тут единственное! Остаётся сделать! Ну, других вариантов просто... Просто нет! Всё! Удачи пожелаем! Другие мишки его, так сказать, доедят, если что! Он мёртв! Губернатор! Какого чёрта вы побежали? Я же сказал! Не двигаться! Он умер! Из-за вас! Что? Что ты сказал? Полковник! Как в смысле из-за меня? Зачем? Нужно было кричать на весь тоннель! Нужно было тихонечко уйти и всё! Ты сам крикнул! Зачем так громко? Я не понимаю! И ты ещё на меня вину вешаешь! Ты в своём уме? А кого вам будет? На душе после этого! Ты посмотри! Ты вообще обалдел, что ли? А вам? А вам каково? А? Полковник! Да, я виноват! Я виноват! Ну давайте, давайте меня виновным сделаем! Я тут честь ему вообще-то отдаю, если что! Вы хоть честь ему отдайте! Ребят, давайте, ребят, ребят, давайте не без споров! Давайте, давайте просто отдадим честь ему! Он пошёл спасать другого человека! Полковник, слышишь меня? Другого пошёл спасать! Я не хочу вмешиваться в ваш конфликт! Но если мы продолжим кричать, то придут новые медведи! Да не знаю! У нас и теперь он дед с пушкой! Берегитесь их! Они не жалеют никого! И ничего! Но раздерут на маленькие части! После этого выжить нереально! Слушайте, я не понимаю, а вы-то здесь как оказались? А вы-то тут что делали? Я просто не понимаю! Откуда вы ещё вышли из пещеры какой-то? Вам спасибо отдельное, конечно! Вы нас действительно спасли! Потому что эти двое, они бы по очерёдности нас всех бы скушали! Охотился! Иду искал! А вы что, тут где-то рядом что ли живёте, получается? Да! Идёмте! Поговорим там! Опа! А у вас чай! Есть? Нам безопаснее! А то можем ещё одного встретить! Ну, теперь у нас пушка есть, если что! И чай! И кофе! Парни! Погнали! Оставили просто! Чуга оставили! А что мы его так и оставили здесь, а? Ну, понятно сейчас, кто вот потащит его на себя! Понятное дело! Всё! Чувак без чая остался, короче, и без кофе! Кошмар просто! Ну, ладно! Ну, что теперь поделаешь? Правильно сказал полковник! Что случилось, то случилось! Уже ничего не поделаешь здесь! Ну, ничего не поделаешь! Но! Извините, конечно! Но после такого чая! Ну, навряд ли кто-то откажется, друзья! Поэтому идём! Он сказал, что он где-то рядом здесь живёт! И он охотился! Как раз-таки на кого-то, да? Видимо, еду себе искал! Не знаю, на мишек нет! Но суть в том, что этот человек! Благо! Нас, друзья, спас! И надеюсь! Сегодня он укроет нас! От утренней бури снежной! Ну, я, кстати, заметил по его форме! Что он какой-то служащий наверняка, да? В этой хуражке своей! Походу! Походу, он с корабля! Походу, он с корабля, друзья! И действительно, рядышком он как раз этой пещеры, друзья, и выше, насколько я понял! То есть он был здесь недалеко и охотился! А здесь, обалдеть! Здесь, друзья, целая... Целая деревушка! Вот это, да! Добежали! Добежали! Сейчас будем пить чай! Это что, в нашем распоряжении корабль получается теперь? Ничего себе! Огромное судно, друзья! Вот это! Сейчас познакомимся! Познакомимся, друзья! С командой его огромной! Представляете? Вот здесь судно стоит! Вот тебе и цивилизация! Ну, все! По идее, друзья, ладно! Одного лишились! Но мы... Мы спасены! Да? Мы спасены! Все! Все! Это конец! Это действительно радость! Дальше! Уже с нами ничего не случится такого! Спасибо! Спасибо! Потом доставите нас до дома! Если не сложно, конечно! Тут целый! Целый гигантский корабль! Отнимайтесь на корабль! Спасибо! Спасибо за предложение! Сейчас поплывем куда-нибудь! Давайте сразу, может, до города тогда! В таком случае! Тогда вообще будет хорошо! С дрифтом, так сказать! Все! Все! Вот! Все! Так можно, да, здесь где-то? Уже... Где каюта? Давайте в каюту, может быть! Вообще! Вся эта деревушка! И корябль мой! Блин! Спасибо! Спасибо! Расходитесь по каютам! Отогревайтесь! И отдыхайте! Утром! Разберемся! Спасибо! Добрый усатый дед! Спасибо большое! Все, парни! Занимаем каюты! Друзья! Мы сейчас отдохнем! Утром разберемся, что он вообще здесь делает! Куда направляется! Эта история умалчивает пока! Узнаем все у него! Ну, а если вам, друзья, понравился этот выпуск, то обязательно, пожалуйста, поддержите его своим лайком! И также не забывайте, что все события происходят на первом сервере Радмира Криминальной России! Если вы еще не здесь, ссылочка в описании вас уже ожидает! И переходите, пожалуйста, именно по этой ссылочке регистрируйтесь! Потому что именно за это вы получите 75 тысяч рублей в игре и 3 дня золотого VIP-статуса! Это очень вам поможет в первоначальном развитии, а я же в свою очередь каждого из вас! Благодарю за просмотр! Желаю всем удачи! И всем пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok